МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Трое против одного, за что гости убили хозяина квартиры. Не ограбило, а просто забрал, как забежали подозреваемого. И язык до могилы доведет. Кто убил школьника в Василькуле? Забили до смерти за то, что им сделали замечание. Сегодня в Василькульском районе Омской области по решению суда заключили под стражу трех местных жителей. По версии следствия, от их рук погиб 16-летний школьник. Подросток сказал пьяной компании, что курить вредно. Это были его последние слова. Наш корреспондент Юлия Воробьева побывала на месте и узнала подробности. Трагедия произошла здесь, в лесу, недалеко от города. Как следует из материалов уголовного дела, трое мужчин и 16-летний подросток до смерти избили школьника. Взял его с забора, он начал выкручиваться, выдергиваться. И нанес ему, так получается, он развернулся. То есть развернулся как? Да. Он назад катился, разворачивался. И нанес ему примерно три удара скользом. Так как он уворачивался, они скользь прошли. Как рассказал один из подозреваемых, от удара в школьник упал в канаву, а вся компания отправилась дальше пить. Через пару часов они вернулись, хотели отвезти его домой. Однако планы изменились. Потом он берет эту бутылку, эту или не эту, второй раз наносит ему удар. Как следует из материалов уголовного дела, когда подросток потерял сознание, вся честная компания скрылась с места происшествия. На следующий день один из подозреваемых вернулся с целью проверить самочувствие потерпевшего. Обнаружив его мертвым, сообщил правоохранительные органы. Позже экспертиза покажет, школьник погиб от черепно-мозговой травмы. Сегодня в отношении троих подозреваемых избрали меру пресечения в виде ареста еще одному подписку о невыезде. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, каждому грозит до 15 лет заключения. Сегодня по решению суда заключили под стражу двух братьев. Их подозревают в причинении смерти пенсионеру. По версии следствия, мужчина, а также сожительница одного из них, зверски избили престарелого жителя советского округа Омска. Он отказался дать деньги на очередную бутылку своим гостям. С подробностями наши корреспонденты. Деда знаю давно, но что его убили, от вас узнал. Андрей – сосед погибшего пенсионера, говорит 84-летний Герман Александрович, в прошлом профессор одного из омских вузов. Интеллигентный, престарелый мужчина жил один. В последнее время часто пил. Шумные гости почти каждую ночь посещали эту квартиру. Любил выпить. Ты кого мог позвать, пользовался случаем и звал, так сказать, в гости. Плюс уже, возможно, от возраста был слегка не в себе. Любил похвастаться большими деньгами. Каждому вот такому вот собеседнику, спутыльнику он об этом упоминал. Болтливость пенсионера сыграла с ним злую шутку. Как выяснили следователи, в гости в эту квартиру пришли двое мужчин и женщина. Навещали престарелого омича они не в первый раз. Двигало троицей отнюдь неблагородство. Одинокий пенсионер устраивал посиделки. Спиртное и закуска за его счет. Я встал и говорю, Саня, ты что делаешь? Зачем ты его убьешь? Ты его убьешь? Потому что я его удары знаю. Он говорит, уйди отсюда. Я не по башке набил еще. Он болит даже. Сергей – один из подозреваемых в преступлении. Рассказывает о том, что удары наносил его брат Александр. Сам Александр говорит обратное. Пенсионер погиб от рук Сергея. Впрочем, экспертиза трупа и отпечатки пальцев показали, что избивали беспомощного старика все трое. В квартире была еще и сожительница одного из братьев. А потерпевшего разбили кружку, бутылку и табурет. Также тушили сигареты. Приначально данные мужчины и женщины отрицали, либо причастны к совершению преступления, указывали о том, что приходили неизвестные лица, которые устроили беспорядок, конфликт, драку. После чего скрылись с места происшествия. В дальнейшем, при проведении следственных действий, данные лица сознали о совершении преступления. Следователи выяснили, что Герман Александрович рассказал своим гостям, что у него большая профессорская пенсия. Один из мужчин начал искать деньги. Пенсионер попытался помешать похитить его кровные. В итоге получил бутылкой по голове. Аня подбежала, когда германному рубаку стал рвать. Кому именно? Саня. И бутылка его ударила по голове. Сегодня братьев заключили под стражу. Оба они уже были судимы. За хранение наркотиков и причинение тяжких телесных повреждений. Третью фигурантку дела оставили под подпиской о невыезде. У нее на иждивении несовершеннолетние дети. Подозреваемым грозит до 15 лет колонии каждому. 10 лет на двоих получились супруги из села Максимовка Шербакульского района Омской области. Напомню, в январе они продали местным жителям под видом спиртного разбавленную жидкость для розжига костра. В результате 4 человека скончались, одного удалось спасти. Следователи выяснили, что смертельно опасную смесь бутлегеры продавали по 50 рублей за пол-литра. Это производство, хранение и перевозка из бытоваров продукции, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда и смерти двух и более лиц. И приговором суда Мицца Хишелик назначил наказание каждому в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В Омске задержали подозреваемого в грабеже. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина ночью похитил планшет и деньги у прохожего. Как удалось выйти на след предполагаемого преступника, сейчас расскажем. Служебная овчарка по кличке Спарта сразу взяла след. Уже через несколько минут она привела полицейских к кафе. Был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты на месте происшествия три следа обуви, а также ремень от похищенной сумки потерпевшего. Как выяснили полицейские, мужчина возвращался с работы домой, встретил пьяную компанию с трех человек. Один из них ударил его кулаком в грудь, после сорвал с плеча сумку с планшетным компьютером, а также похитил из кармана пиджака деньги – 4,5 тысячи рублей. В участке это подтвердили очевидцы произошедшего. Задержали подозреваемого в кафе. 36-летний безработный успел потратить часть награбленного на выпивку и закуску. Планшет сбыть не успел, он дважды был судим, в том числе за разбойное нападение. Я просто его взял, все, и пошел. Я тайно на ничего не подключал. Несмотря на то, что мужчина не признался в содеянном, уголовное дело возбудили по статье «Грабеж», совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. К другим темам. Управление дорожного хозяйства Омской области опровергает факты, обнародованные в официальном обращении гендиректора Мостовика Олега Шишова. Представители региональной структуры считают, что доводы Шишова несостоятельны и ничто не мешало строителю выполнить свои обязательства по контракту. Речь о строительстве окружной дороги Федоровка-Александровка. Финансирование, по мнению специалистов, поступало своевременно. Напомню, сам Шишов ранее заявил, что заказчик не своевременно авансировал работы, предусмотренные госконтрактом. Мостовик использовал собственные и кредитные средства, исполняя обязательства по графику. Как мы уже рассказывали, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного предоставления Мостовику из бюджета Омской области 200 миллионов рублей для перекредитования в банке. Также следствием обвиняется сам Шишов в хищении полумиллиарда рублей. В Мостовике это опровержение прокомментировать отказались. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся в понедельник. Будьте осторожны, берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...